Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Николай Григорьевич Маломуш, бывший руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год. Он руководил этим важным ведомством. Сейчас Николай Григорьевич возглавляет общественный форум «Стратегия национальной безопасности». Добрый вечер, Николай Григорьевич. Спасибо, что зашли к нам в студию. Добрый вечер. Первый вопрос такой. Как случилось так, что руководство Украины, президент Янукович, правительство оказались настолько зависимы от России, от российского влияния, от российских спецслужб? Я хочу отметить то, что и стратегия России строилась на том, чтобы именно возобновить влияние на направление СНГ в целом, то есть восстановить статус-кво, то есть есть и не советские, а это конфедерации, поэтому вся стратегия строилась на том, чтобы именно политики Украины были зависимы. И в том числе, когда пришел президент Янукович, эта стратегия была реализована на протяжении нескольких лет. Это, в первую очередь, конечно, политическое зависимое, экономическое, финансовое, оборонное и безопасность. Но в данной ситуации, конечно, это так не одномоментно и не так идеалистически, как многие говорят. То есть это, конечно, постепенный процесс, это, конечно, игра на многих проблемах Украины, и тут, в первую очередь, экономических, стратегических в отношении векторов развития и тому подобное. Конечно, тут и оборонная стратегия, тут и влияние на политику Украины, тут влияние на сектор безопасности и на те ведомства, которые именно должны защищать безопасность Украины. В этой ситуации, конечно, и очень большая экономическая зависимость и зависимость семьи по линии бизнеса. Тут получается так, что если на западном направлении нет гарантии сохранения капитала и его развития, потому что это нужно делать очень прозрачно, вот, соответственно, восточный вектор, это более удобен, более системный, а это система контроля со стороны России. То есть фактически мы говорим о том, что преступно нажитое капитало невозможно легализовать было в цивилизованном мире? Это так, мы уже видим, что уже арестованы счета, и поэтому гарантия капитала, который именно был вытянут из тинового сектора, вот, конечно, он мог быть только реализован на Востоке. В этой ситуации выбран был вектор не только экономический, но и политический. Мы знаем, что соглашения о ассоциации не были подписаны, исходя из этих многих критерий и зависимости. То есть фактически можно говорить о том, что Януковича шантажировали, используя его ошибки и его просчеты, и его, в общем-то, жадность? Ну, более тонкое, конечно, влияние, это неоткровенное, хотя я так понимаю, что были и откровенные беседы, но уже объективно то, что именно был интерес там, и гарантии якобы мнимые хотя бы, но они были на Востоке, поэтому, конечно, это все используется. Я так понимаю, что и отдельные элементы личной зависимости, зависимость семьи, вот, теневые вопросы и схемы, которые реализовывались в последний, особенно, год, конечно, ставили такие условия. А как получилось, что руководство внешней разведки, которое работало при Януковиче, не информировало или информировало, он не воспринимал эту информацию об существующих угрозах? Ну, я так ориентирую, что такая информация добывалась, она и на стратегическом уровне, и по конкретным фактам, конкретным действиям, так как она добывается по всему вектору, не только в отношении Российской Федерации, в отношении и других стран, особенно соседей, потому что мы должны глубинно знать все процессы и выстраивать эту политику. И высшее руководство использует информацию, выстраивает политику в интересах Украины. Соответственно, как раз информация в отношении устремлений наших с Востока, она практически не воспринималась на высшем политическом уровне. Я сам стыкался с такими вопросами, когда именно она была не востребована. Для разведорганов любого государства это, конечно, большая трагедия, это, конечно, не стимул к работе, а еще есть искусственные преграды на уровне руководства, соответственно, она не может быть реализована в принципе. Скажите, пожалуйста, а вот насколько новое руководство правительства Яценюка, исполняющие обязанности президента Турчинов, прислушивается к рекомендациям службы внешней разведки и вашего общественного форума? Мы выработали и стратегию в отношении развития страны в целом. Это политическое, экономическое и, конечно, оборонное. Она совпала с тем, что именно началась эскалация сепаратистских движений и вход российских войск в Украину, то есть целая система мер для нормализации отношений к Крыму, быстрых действий на протяжении буквально нескольких дней, как локализовать его, в первую очередь, конечно, захват Верховного Света и как локализовать любое вмешательство. Конечно, с учетом того периода, конкретные практические действия в свое время не проведены были, хотя вектор правильный, но восстановление государственной власти, восстановление спецслужб, восстановление на уровне руководства и функциональных подразделений не позволило это сделать. Мы задействовали еще больше форума. Мы отработали модель как раз в регулировании, с учетом сложной ситуации, с участием наших партнеров из Запада, это, в первую очередь, большой семерки, и с Востока, по России. То есть у нас и эти контакты были, вырабатывали модель в регулировании. Но недостаточно, я скажу, на нашем государственном уровне и на международном уровне. Соответственно, Россия одновременно отступила, потому что не реализовывался первый план по Востоку, Югу и Северу, когда не удалось поднять массы людей и увезти войска. Соответственно, было первое решение о прекращении учений, как бы отступили. Но Крым, это уже как бы момент истины для России. Когда они уже зашли, когда уже были войска, когда были, соответственно, сепаратистские движения подняты на щит, в этой ситуации, конечно, уже движение назад было очень сложное. Тут уже, потому что и мы утратили время, утратили мобильность, утратили силу в отношении наших, во-первых, структур, Министерства обороны, службы безопасности, внутренних войск, пограничников, которые нужно было наращивать моментально. Но, с другой стороны, еще одна составляющая очень важная, это, конечно, не до конца мощно. При всех хороших позициях, сигналах и, возможно, так сказать, контакты с Россией недоработаны на высшем политическом уровне наши партнеры с Запада и по российскому вектору. Есть очень важные, очень мощные векторы, которые нужно бы обозначить только на уровне первых лиц. Это, конечно, большая семерка и президент Российской Федерации. Это угроза на этом театре действий глобальной войны, вплоть до угрозы ядерной войны. Это угроза распада территории с учетом нарушения тех соглашений, которые были и после Второй мировой войны, и Хельсовских соглашений, и Будапештского меморандума. А это не только угроза Украины потерять Крым, это угроза и России потерять свои территории. Это разборки на других спорных вопросах. Ни одна, я скажу, по своей большой практике территориальная проблема не решалась без конфликта или без войны. Поэтому этот фактор очень мощный. Сегодня мы говорим, и, наверное, будем еще дальше говорить, в отношении экономики в целом России. Особенно падение цен на нефть и газ – это развал российской экономики. На этом уровне большие партнеры семи стран могут говорить с Путиным в отношении Украины. Не начинать этот процесс, заблокировать его, отвезти войска, перенести условно референдум, создать комиссию по уреждению ситуации. И тут уже мы выделяем все факторы. И статус Крыма, и экономика Крыма, и национальности Крыма, ну и всей Украины, раз уже так берем. Эта тема очень сейчас актуальна. Но, считаю, неактивность на высшем уровне в последние 2-3 дня, она, конечно, не позволила своевременно локализовать ситуацию. Сейчас мы входим в фазу, особенно по Крыму, затяжного конфликта, противостояния и нестабильности не только для Украины и России, для крымчан, в первую очередь. Там будут страдать люди. Это очень трагично. Да, это печально. Вот у нас перед этим были люди из Крыма, которых просто выселили из квартиры, потому что они были активистами гражданского движения. Пожилые люди уже приехали. Здесь как непрекаянные ходят, к сожалению, по Киеву. Скажите, пожалуйста, насколько реально сейчас сохранить стабильность в восточном регионе Украины, Донецкой и Луганской области в первую очередь? Есть ли ресурсы и есть ли стратегии, которые позволят хотя бы успокоить сепаратистские настроения вот в этом регионе? Сейчас есть реальные ресурсы. Уже все-таки власть более четко охвачивает ситуацию. То есть она наращивает наш силовой ресурс. То есть это оперативная деятельность специальных служб, Национальной гвардии новой, Министерство внутренних дел, пограничников, которые более эффективно сейчас защищают наши внешние рубежи. Но мы утратили также время, потому что часть именно экстремистически настроенных граждан и с Востока, и на месте, конечно, они проникли. И вся эта тема, особенно связанная с референдумом Крыма, сейчас активизируется. Мы видим вчера, сегодня и уверенно завтра, мы знаем об этом, что будут именно инициировать массовые вступления экстремистов, избиение простых людей, формирование позиций на нестабильности, формирование условий для того, чтобы именно была угроза якобы вторжения российских войск на территориях. То есть это то, чтобы именно создать условия для решения задачи по Крыму. Конечно, тут угроза. Вот мы видим, по Херсону зашли войска. Вот здесь сил, я считаю, нас достаточно. Как задействуют, сейчас будем смотреть, потому что есть определенные просчеты. И поэтому Харьков, Донецк, Луганск – это уже, так сказать, недоработка сегодняшнего дня. Более активная работа, более эффективная на границах и в этих регионах. Мы можем контролировать любую область, любой район. И в плане обнаружения этих лиц глубокая оперативная, процессуальная деятельность, политическая, разъяснительная и общественность, которая готова иметь против действия, это как раз залог того, что никто не войдет в эти регионы. Потому что есть, нет поддержки, нет мотивации, нет этих выступлений, которые рассчитывали сотни тысяч или миллионов людей. Соответственно, если уже переходить на другой язык, уже политический, это прямая агрессия. Вот сейчас, по нашим данным, конечно, Российская Федерация не станет это сделать, хотя нагнетать ситуацию будут колоссальны. То есть, Вы уверены, что можно будет ситуацию все-таки решить мирным путем, не доводя до прямых военных действий? Я считаю, что глобальной войны не будут, будут конфликты, будет инспирация сепаратистских действий и, соответственно, отдельные возможные даже террористические акты или диверсионные. Вот как раз вот здесь все силы мы должны нацелить, чтобы этого не допустить. Это не даст возможности дальше развить именно конфликт. Есть ли в Украине сейчас ресурсы разведывательные, контрразведывательные органов внутренних дел, которые могли бы заблокировать вот эту вот деятельность по саботажу, деятельность диверсионную и деятельность по нагнетанию какого-то социального, межнационального напряжения в восточных регионах? Я бы отметил так, что ресурс есть, но его необходимо очень эффективно задействовать. Каждый день у нас, конечно, идет наращивание ресурса. Разведывательные органы, уже по моей информации, это больше, ближе к компетенции, конечно, наращивают ресурсы ежедневно. Уже получать достоверную информацию. И вот сейчас активное ее использование как высшим политическим руководством, так и оперативное производительное внутренних, так сказать, сил наших, безопасности, военных, пограничников, это залог успеха. Но тут нужен симбиоз. Как раз политическая воля, четкое, так сказать, взаимодействие между правоохранительными органами, внутренними войсками и Министерством обороны, мы можем эффективно защитить наши рубежи и, самое главное, не допустить развития сепаратистских движений. По Крыму, еще раз отмечаю, это, конечно, тема отдельной большой программы, которая должна быть именно на уровне наших партнеров, так сказать, отработанной в виде механизма и, соответственно, уже на уровне участия России и Украины вот в этом блоке решить вопрос, как дальше будем поступать. Это тяжелая тема. И, конечно, ее нужно будет решать уже постепенно и поэтапно. Вот сейчас, пока Россия оставила позицию до решения по референдуму и до Госдумы никаких не принимать решений и контактов с Украиной не поддерживать. Это им сейчас выгодная позиция. Вот сегодня мне довелось поговорить со своими однокурсниками по военному училищу в Москве. Они в шоке от того, что предпринимает российское руководство, на самом деле. Они не могут допустить мысли о том, что ребятам, которые учились, в том числе в нашем училище, связи имени Калинина, придется с двух сторон участвовать в боевых действиях. Как относятся к ситуации ваши коллеги по разведке из России и, может быть, и с других стран мира? Тут такая ситуация. Ну, есть компоненты силовые, которые именно очень четко выполняют задания. Это, конечно, специальная служба, которая ведет контрразвитовую работу. Это военная разведка более активная, которая именно все силы направят сюда. Внешняя разведка Российской Федерации, СВР, больше работает на более дальних театрах действий. Как раз на это направление отвечает ФСБ. И, конечно, это основной компонент. Хотя они информационно активно занимаются. Если говорить так неформально, конечно, они, понимая ситуацию, противоскалаться напряженности. И готовы к тому, чтобы им выработать модель регулирования. Но сейчас они не имеют решающего голоса. И с другой стороны не поднимают его активно, потому что могут сами попасть под определенные репрессии. Понятно. То есть люди понимают, в общем-то, что происходит, но... Активно действовать не будут и противодействуют тоже. Хотя объективная информация, я просто хочу сказать, что несколько дней назад, когда вопрос стоял о первом, так сказать, вторжении на восточных и южных направлениях, конечно, удалось в некоторой степени убедить руководство и России через наши каналы, чтобы не предпринимать таких действий. И были прекращены на то время учения, отведены в казармы. Сейчас, конечно, новый этап эскалации. Сейчас необходимы новые усилия. И если нам не удается на высшем государственном уровне, соответственно, на параллельных уровнях, где есть понимание, где есть контакты и где есть возможность введения таких переговоров, чтобы отрезвить ситуацию. Но это уже будет после референдума. К сожалению, у нас заканчивается время в эфире. Очень многие вопросы хотелось бы еще с вами обсудить. Надеемся, что вы еще посетите нашу студию. И хотелось бы поговорить о перспективах, в общем-то, украинской разведки, о международном положении в целом. Мы больше успели обсудить, к сожалению, за чаем, чем студии. Но надеемся увидеть вас еще в одной из наших передач. Спасибо большое.